Всем доброе утро! Всем здравствуйте! Вы на канале Дневник обычной женщины. Кто меня еще не знает, меня зовут Ирина. Я снимаю влоги о своей личной жизни. Сегодня у нас 5 августа, но погода осень-осень. Очень холодно. Да, ты замерзла? Прохладно. Прямо очень холодно. Я вот так оделась, но не знаю. Но быстро мы собираемся съездить на кладбище. Сегодня день рождения у маминой единственной покойной сестры. 21 год назад она у нас умерла. А сегодня у нее день рождения, и поэтому мы хотим съездить отвезти цветочки. Мы раньше жили в молодежном, и как бы у нас не было возможности часто ездить на кладбище. А сейчас мы живем рядом. Почему нет? Мама пошла нарезала лилий. Сейчас перед работой. У нас в 11 на работу. Мы сейчас быстро съездим туда-обратно и вернемся. Очень жаль, конечно, что вчера у меня не получилось со стримом. Я не знаю, что за проблемы были с интернетом. Такого никогда не было. Или то, что вот мы перещелкнули с домашнего интернета на мобильный. Он завис, и потом мы не могли никак восстановить. Но, в общем, по техническим причинам стрим провести я не смогла. Хотя я так к нему готовилась. Видно, не судьба. Подписчики мне писали. Я все время говорю, у нас уже осень, у нас уже пахнет осенью. Ой, в Казахстане еще тепло. Да, еще, может быть, и будет тепло. Но раньше, раньше у нас никогда не было, чтобы на мой день рождения, или вот на маме 4 октября, чтобы было так холодно. Или вот у тетки день рождения. Я помню, что всегда, когда у нее был день рождения, стояла страшная жара. Я вот, ну, пока она была жива, я почти все время была у нее. Ну, как, очень часто приезжала к ней в гости. И, естественно, на день рождения я старалась всегда попасть. И все время стояла жара. А сейчас, сейчас прям холодно. Я уже даже думаю сегодня позаносить все вот эти вот цветы в горшках домой. Потому что сегодня ночью 14, по-моему, было. Ну, да, вон, мама подсказывает 14, но это прям холодно. Всем привет. Нарвала вот цветочек, поедем. Проведаем сестричку мою. Она у нас умерла в 37 лет. Очень молодая. Очень обидно. Грустно. Ну, сегодня более-менее денек. Ну, как более-менее? Для августа это разве более-менее? Я только рассказывала, что... Ну, сейчас к обеду раз... Ну, все время стояла жара. Я про вчерашний день говорю, что вчера дождь поморосил. Паскутно было. Сегодня более-менее уже. Ну, да, уже осенью пахнет. Очень уже прям... Прям осенью уже, я бы сказала. А те годы, да, я вот сравниваю просто с теми годами. Вот день рождения Любы всегда стояла жарище. Ну, что сравнивать? Климат меняется. А сейчас, ну, прям, да. Зимой, главное, в декабре дождь шел, а август уже холодно. Еще раз хочу сказать всем большое-большое спасибо. До сих пор маму все поздравляют. Большое вам спасибо. Деревья, правда, еще зеленые. Еще не желтеют даже. Вот у нас здесь храм, и за храмом сразу кладбище. Здесь она у нас похоронена. Для тех, кто со мной первый раз едет, вот покажу. Такой у нас здесь храм. И за территорией храма, там сразу сзади, начинается кладбище. Сейчас вокруг вот так объезжаешь, и все, и там есть заезд, заезжаешь. Ну, вот и все. Сходили, проведали. Очень грустно, конечно. Она была единственная у нас тетка. Потому что у мамы в семье всего было двое. У папы еще была сестра и брат. Сестра тоже давно умерла. Брат у них пропал без вести. В общем, с ними мы не очень. Потому что они были намного-много старше нас. А вот с теткой мы были очень близки. Царствие ей небесное. Успокоится смех. Опять покажу вам наши терриконики. Горы, нашу достопримечательность. И немножко нашего... Нашей степи, хотел сказать. Но здесь что-то не степь, а деревья. Мы уже дома. Решили попить чайку. Сейчас мне прилетел комментарий от Карамельки. Она мне написала, что я не отвечаю на вопросы. И она от меня отписывается. Вроде бы я стараюсь всегда на все вопросы отвечать. Не знаю, на какой уж там я ее вопрос не ответила. Не знаю, не могу понять. Потом еще был вопрос про курей. Каким весом мы рубим наших курей. Вес разный. Я же вам объясняла. Которые у нас упали на ноги, они до 2 килограмм. 2 300, 1 кило 800, 2 килограмма. Вот так. А которые в нормальном состоянии, мы их еще не зарубили. Те, наверное, будут 3 400 у нас в прошлом году были. Наверное, так, когда будем рубить, я вам потом покажу. Так что не знаю, на какие вопросы там не отвечаю. Мне кажется, я даже каждому человеку персонально отсылаю смайлик. Или спасибо. Не поняла я, про что она имела в виду. Чайпитие решили себе устроить. Поставили цветочки, чтобы нанюхаться ароматику. Чтобы прочувствовать вчерашний праздник. Доедаем вчерашние салатики, малатики. Сегодня никаких дел не планируем. Будет у нас пижамная вечеринка. Сейчас покушаем. И все. И до вечера будем отдыхать. Хватит работать. Сегодня хороший такой денек, но очень ветреный. Прям ветрено так. Хочу вам показать розу. Какой шикарный куст получился этой розы, которую я покупала за 3 тысячи. Сейчас я переключу камеру. Дни здесь травы стало еще больше. Но на траву не обращайте, пожалуйста, внимания. Вот смотрите. Какой шикарный куст. Вот она цветет за лето уже третий раз. Я очень довольна. Лишь бы она не вымерзла у меня за зиму. Вот здесь у меня львиный зев. Такая расцветочка здесь. И вот такая. Хвоста моя цвела. А вот здесь ночная красавица. И ромашечка там какая-то. Ну, травы тоже. Куча. Вот. А те розочки две, которые по одному разу оцелили. И там кустики поменьше. А это прям мне нравится. Только я вот не знаю, место есть здесь или нет. Или может ее надо пересадить куда-то в другое место. Но мне кажется, она здесь хорошо себя чувствует. Раз три раза цветет. Как вы думаете? Мы вот решили себе сегодня сделать такой разгрузочный выходной день. Потому что остается три дня. Ой, что я болтаю, да? Пятое, шестое, семеро, восемь, девятое. Ну, девятого числа мама уже уезжает. Три-четыре дня остается. Сегодня отдохнем. А потом у нас начнутся опять очень много дел. Мы хотим вырубить всех курей до ее отъезда. Потом ей нужно будет еще кое-что докупить в дорогу. Это тоже выход из дома будет. Потом ПЦР надо заранее поехать сдать. В общем, дел будет много. Так что сегодня мы последний день на расслабоне. А завтра будем бешеные пчелки завтрашнего дня. Будем уже по полной. Все вот эти вот дела надо будет подобрать. Особенно с курями. Их еще больше 20 штук. Но их надо один день 10 зарубим. А остальной день там может быть 12 или 13. Даже не считала, сколько их там осталось. Но надо убрать. Уже и кормить не хочется. Они уже и не растут. Уже как бы выросли. И потом там мне нужно будет побелить эту комнату. Дезинфекцию все сделать. Подготовить для кошек наших. Там будут кошки у меня зимовать. Чтобы дома такую толпу не держать. Я их на зиму буду закрывать там. На ночь. Днем-то будут ходить и на улице, и дома. А на ночь буду закрывать там. Там очень тепло от печки. В общем, такие вот планы. Ну, а на сегодня все. Пойдем мы отдыхать. Всем спасибо за комментарии, за лайки. Спасибо тем, кто смотрит мою рекламу. Всем пока-пока. До завтра.